Настоящий автомобилист должен припарковать машину так, чтобы не загородить проезд и не создавать помех пешеходам. Это одно из первых правил, которому учат в автошколе. К сожалению, далеко не все водители ему следуют. Брошенные, как попала машина, можно обнаружить во дворе и на проезжей части. В чем же корень проблемы? Ответ на вопрос искала Мария Федорчук. Наверное, нет такого автолюбителя, которого дорожная обстановка устраивает на 100%. Одни грешат на качество дорог, другие на большое количество машин и низкий уровень профессионализма других участников движения. Хотя часть проблем они создают самостоятельно. Объезд делал по городу. Не поверите, стоит газель, написано «Безопасность дорожного движения». Не поверите, стоит в улице, поворот и стоит прямо на повороте. Водителя нет. Брошено, объезжай его как хочешь. Машины бросают не только на проезжей части. Чтобы не идти далеко, их паркуют прямо около подъезда. О том, каким образом жильцы должны попадать домой, беспечные автовладельцы, как правило, не задумываются. Эта проблема вовсе не из плоскости административного законодательства. Тут дело в недостатке воспитания. Машина стоит прямо у двери, даже дверь открыть невозможно в этот подъезд. Это, к сожалению, культура, наше с вами поведение. Наша с вами, не более того. Это касается в целом культуры. Вот если мы этого с вами достигнем, нам с вами станет значительно легче работать в этом городе, жить и наводить порядок. Впрочем, такое пренебрежение невоспитанные водители демонстрируют не только по отношению к пешеходам. От их халатного отношения к правилам страдают все участники дорожного движения. Интернациональная шесть, узел связи. Постоянно там пробка. Ну, кто-нибудь встанет, так ему удобно. Побежал бы, или оплатитель. Делал машину, побежал, с той стороны стоят, с этой стороны стоят. И получается, как хочешь крутись. Человек встал, запарковался, нам приходилось на встречку выезжать, и все. Нет, никого не было, стояло на аварике. Есть у нас такая проблема в городе, что самому негде машину поставить. Но когда ставлю, все равно как-то задумываюсь, чтобы выезжая, меня не поцарапали, еще что-то. А большинство, да, ставят машины, как попало. Частенько проехать невозможно. Как с моста ехать и поворачивать на 26-й съезд. Там большой затяжной поворот, две полосы. И по правой полосе всегда стоят машины. Вроде права они имеют там стоять, но ты едешь по правой полосе, приходится притормаживать, и минут по пять перестраиваться в левый ряд. Вот, это очень неудобно. Как отмечают сотрудники ГИБДД, у нас не столь плачевная ситуация с парковками, чтобы бросать машины, где попало. При желании место для стоянки всегда можно найти. Для парковки автомашины у нас оборудованы специально отведенные места. Хотелось бы обратиться к водителям с просьбой пользоваться данными парковочными местами. Не оставлять свои автомашины на проезжей части, то есть не создавать помех для движения других транспортных средств. Для тех, кому правила не писаны, предусмотрены вполне конкретные методы воспитания культуры парковки. Любители поставить машину на тротуаре или в зоне действия запрещающего знака ждут штрафные санкции. Мария Федорчук, Андрей Мальцев, Антон Берестянский, Служба новостей «Импульс».